Добрый день дорогие друзья наши подписчики и вообще зрители с вами снова компания Кругмонтаж меня зовут Мороз Алексей мы у меня на даче продолжаем наш проект который я транслирую отделка веранды в бурсовом доме ну хочу перед началом рассказать о наших планах взяли мы канат веревку специально объясню для чего в предыдущих сериях я говорил когда мы обшивали блокхаус есть там щели и так далее некие неровности мы этим будем как клинтусом оббивать края блокхауса взял я несколько люстр штук пять попытаюсь за сегодня установить так как у меня в доме уже закончили класть ламинат подбивать вагонку на втором этаже тоже постараюсь повесить затем планирую вот я взял заказал стекла на две двери тоже вставлю в две стекла в режу два замка в две двери на втором этаже ну и по мелочи сынок который сейчас работает оператором ромка вы уже знакомы будет мне помогать красить сегодня блокхаус плентуса можно отбивать но такие работы в этой серии покажу как я врезаю замки может кому-то это пригодится ну и так проведу обзор сделанной работы то что я сделал потому что мы я здесь был позавчера тоже какие-то работы сделаны что вы не видели я вам обязательно покажу и так дорогие друзья вот хочу вам показать как мы отделали уже веранду вот сегодня как я говорил мы показывал вам канат я буду вот эту нишу спада блокхауса вот кантик из каната делать вот по этим местам по верху там словик подчеркну но для этого канат принципе и то же самое внутри внутри будет ромка красить козырек смотрите готов полностью подбит обшив вагонкой осталось из металла еще нагну боковые боковушечки тоже еще эффект красоты добавит закроет вот эту обрешетку не будет видно значит пойдем дальше здесь осталось обрамление окон принципе и двери и все и готово смотрите в предыдущей серии я не показывал я врезал замок на веранду так что врезал сам сегодня врежу еще в две в двери на втором этаже попытаюсь это заснять может кому-то покажется интересно вот уже веранда в предыдущих сериях вы видели был один каркас вот она обшита кстати я повесил купил леруа по пути вот два плафона смотрите какой приятный дневной свет у меня и я еще вот эти тоже все места канатиком вот возле вверх где бога стыкуется бревном бревной понятно что неровно канатик все это скроет еще добавить такую фишечку отделки да еще останется его тоже обрамление окошек подоконники пластиковые вот такие последние штрихи попытаюсь уже еще в следующей серии сегодня сниму размеры подоконника так ромик что-то ковыряется с хочет понять с розеткой но я не показывал еще что находится в доме сегодня попытаюсь это у нас вот кухня здесь готова на сто процентов остались плинтуса вот печка значит наша замечательная тоже его просто трансляцию кладки печи смотрите там я решил положить плитку на жидкие гвозди в том месте у меня будет дровишки лежать а хапочка всегда этом зимой на паркет на на ламинат я то есть не стал предусмотрел чтобы это на плитке и от угли какие-то угли будет высыпаться тоже чтоб падали на плитку да вот мы зашли в зал смотрите здесь уже сделано плентуса там я в прошлый раз розеточки раскидал от по трансляцию я вел печи вот такая вот прекрасная у меня печь будет греть весь дом со щитком шведка со щитком это я вам показывал да еще хочу вам рассказать то что например про обсады про оклады окон по сути себестоимость этого дома мне сделали только привезли сруб поставили на фундамент все я начинаю от полов полы утепления полов значит мне год отстаивался без окон без дверей сруб на следующий год я думал нанимать вырезать окна делать обсады но и изучил я в ютюбе как делается на усадку обсады для окон то есть чтобы сруб когда вы делает усадку не давил на пластиковое окно я посмотрел в ютюбе значит как ребята там транслирует тоже объясняет мне это понравился с я подумал а чё почему нет почему я сам не смогу это сделать то есть и вам советую друзья смотрите принимайте опыт у кого-то то есть человек не может все знать я например специалист в своей области до в строительстве но в принципе все это смежная и тогда посмотрите как я сделал до обсады из а вот это шлифовал доски обычные доски и сделал такой оклад окна вот эти я уже показывал я срезал наискос шлифовал потом а красивенько вагон очки подбил подоконник и вот законченный вид то есть практически все отделочные работы я делал сам да я естественно я не люблю вот такую монотонную не думаю еще работу то есть шлифовка вот бревен это мне делали я нанимал ребят то есть лачить шлифовать вот это пыльная такая грязная работа неблагодарная даст согласен это я нанимал потому что красить дом и так далее а все остальное вот дверь тоже обсаду сделал двери да еще отдельно хочу сказать я насчет смотрите двери какая замечательная дверь так как я дом здесь будет деревьев но он и есть деревянные такое в деревенском стиле я думал может купить вот эти филенчатые модные красивые двери потом подумал нафига это мне надо я на рынке продаются вот такие недорогие кстати варианты и цена двери без стекол 3000 рублей с коробкой и дверь я установил там петли по 100 рублей то есть я установил сам эту дверь потом дополнительно заказала то есть размеры снялась стеклашек там тоже копейки вставил ручку и все цена дверь готова и смотрите как симпатично по покрыл ее лаком а вот эти филенчатые красивые двери они будут стоить там под 8000 то есть сравните разницу и там не дай бог что-то царапнет и так далее царапнется уже там ничего не сделаешь поэтому я даже на дверях то что вставил сам купил их там доделал довел еще совет перед установкой двери я тоже здесь вот именно с этой дверью попался я установил дверь на петли до сделал зазор но она почему-то через два дня набухла и я с трудом и открыл значит посоветовавшись с людьми спросив надо обязательно ее покрыть палачить покрыть пенотексом чтобы она не брала в себя влагу и все и дальше остальные двери действительно я два раза прошелся пенотексом вот цвет под сосну калужница и они действительно замерли перестали брать в себя влагу и выдерживает зазор держит зазор тоже обратите внимание вот эту лестницу тоже делая сам на второй этаж покупал значит ступени готовые на рынке вот эти две направляющих вдоль стены не нехитрый инструмент я я согласен что я согласен что есть здесь такие если вот попытаюсь увеличить какие-то зазорчики там конечно я не столь от там профессиональные я не хочу тут никого учить но все-таки вуаля это бесплатно сделано лестница сейчас я вдоль это сруба канатиком тоже обобью почерчу и здесь инструмент я использовал циркуляр куда лобзик и все сейчас пойдемте наверх вот мы поднимаемся наверх здесь я сделаю алюминиевый уголок что ламинат допустим заканчивается на лестнице я так и планировал эти уголочек саморезики прикроет здесь у меня предбанечек такой дверь налево дверь направо тоже смотрите вот эти же двери только не поуже вот я сегодня попытаюсь сюда врезать замок купил стеклышки вставлю они сразу же заиграют эти двери так вот мне вид на мой участок полюбуйтесь банька тоже там еще конь не валялся все надо делать вообще на самом деле друзья я очень много сделал работы и уже похватился поздно сколько бы я мог полезного видео отснять кому-то бы пригодилась вот вот ребята мне стелили ламинат били вагонку тут принципе уже все остался плентуса вешать розетки люстры так все в свет есть не все готово это щиток тоже будет у меня второй этаж греть он вот здесь такая вот комната пойдемте напротив тоже вот эта дверка сюда вот здесь потолочки мне чуть чуть пониже вот но такой вот я сделал вам обзор это мансардное окошко открывается и в той и в той комнате это вот окно над верандой то есть веранду которую мы делаем она вот фальцевая кровля которую тоже я делал в принципе здесь себестоимость дома очень низкая в принципе мне поставили только срок как я уже повторился остальное практически все сделаю я кроме вот шлифовки там покраски минут ну дядя но я вот не люблю пыльную работу вот пожалуйста лестница идет вниз вот ну и сегодня продолжим ему покажу какие работы буду делать и и так сейчас ребят попытаюсь врезать и попытаюсь а врежу даже можете не сомневаться за замок то есть дверные ручки в это место значит они устанавливаются примерно 90 100 от пола вот я сделал отметку 95 стандартные вот взял влево проезжал мимо ручки значит и такой механизм они будут не закрывающиеся простые именно захлопываются и открывается значит что для этого нужно очень просто запомните 22 перо это вот перо для стамеска вот посмотрите стамеска вот посмотрите стамеска вот я жил в тарканом но уже как же очень сильно и не покажу как разница в которой я не знаю ну я еще есть здесь использую сверло которое я высернуваю для именно штоком квадратного но можно другим первым я не сейчас вам покажу назад и что еще упавел мы вот от центро и пошел процесс да вы кстати можете замерить чтобы во время остановиться да вы глубину вот 7 сантиметров 7 сантиметров и пометить вы должны контролировать глубину заходу захода этого механизма и так вы видите как я пером высверлил отверстие вставляем сам механизм да нам надо видеть вот этот на толщину металла примерно 3 миллиметра вот и все ну так сказать был заподлицо с полотном двери границы я вожу карандашиком вот и вот этот прямоугольник надо будет 100 мм с молоточком просто сделать вы долбить выемку на 3 миллиметра убитый вот и все я снял стамеской 3 миллиметра видите свободно заходит и утопает вот этот механизм значит теперь нам надо выставить вот я сделал пометку замерового рулетка от этой точки до центр сантиметров этой работы вот куда будет продеваться этот квадратный шток четыре с половиной сантиметра я в принципе сверлю обычным сверху сейчас попробую левую итак видите здесь потом когда шток вставляете квадратный надеваете ручки и по три саморезика прихватывает ли это закручивается чтобы но прикрыть скажем так самолезы открывается в этой стране мы отметили карандашом вверх ходит замочек выдолбили ту же дырочку дверь элементарно открывается закрывается смотрите видите тоже я сюда вставил стекляшки стекла выбил штапики снял штапики вставил стекла сразу как дверь поменялась очень недорого по себестоимости обычная деревянная дверь клеена из сосны еще кстати подчеркнет об наличники ее со всех сторон и будет вот так итак друзья меня отсчет за сегодня вот поставил я в прихожую такие светильнички значит пойдем зал вот такие люстры повесил значит в кухне такую люстрочку кстати ну вот я покажу как мы блокхаус подчеркнули канатиком он подчеркнул эти ниши которые открыты веранды мы заделали блокхаус потому что да вот это места они неровные плинтус сюда не подойдет вот я решил канатиком воздочками прошелся здесь также довольно таки по всему но еще не все мы канатом отбили и так сегодня допоздна работали даже времени нет прибраться почти бросаем все как если едем домой и так я думаю продукт продуктивный день был сегодня кому-то если интересно ставьте лайки критикуйте там не жалейте в комментариях будем собираться вот еще кухня осталась верхней до собирать все всем пока